Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука для начинающих. Продолжаю разговор про огурцы, про высадку огурцов в теплицу. И теперь подошли к самой интересной теме, что нужно добавить в лунку перед посадкой огурцов. Вот я буду высаживать, кто-то сейчас уже высаживает, но у меня вот только третий листик на огурцы. Обычно высаживают 5-6 листьев, да у нас и по срокам рано, Сибирский регион, все-таки я буду высаживать 20 мая. К этому времени я успею обработать почву, добавить в нее все, что нужно. Лучше всего, конечно, добавлять осенью все это, и перегной, и всякие удобрения. Но я сейчас расскажу, что обычно люди добавляют. Но сразу скажу, что тут уже мнения огородников расходятся, тут каждый выбирает свое. Кто-то выбирает только экологически чистые удобрения, то есть без применения агрохимии. Это именно или перегной там, или травяные настойки, но обо всем по порядку. А кто-то и удобрения магазинные. Если при посадке томатов в грунт, все специалисты рекомендуют только фосфорно-калийные удобрения. Помните, я говорила, без азота не нужен нам азот, не нужно нам жирование. То огурцы это прямая противоположность. Про огурцы мы все говорим. И мы специалисты, что огурцам азот не только нужен, но необходим. Вот смотрите, азот 10%, а фосфор и калий по 7%. Вот такой состав идеальный для весеннего внесения. Ну и здесь еще гуминовые соединения, магний, ну и всякие там, марганец, меджелезов. Кто все-таки допускает применение минеральных удобрений, вот это не только минеральное органоминеральное, то есть половина органики, а половина минеральное удобрение ому весеннее. Вот можно добавить вот такое весеннее удобрение, в котором азот преобладает. Потому что в предыдущем ролике я уже говорила, что это наш обжорка огурец. Он очень любит покушать. Без азота у вас не будет урожая богатого. Но если вы ни в каких видах фабричное удобрение не хотите применять, азот можете заменить фабричным перегноем. Пожалуйста, добавляйте перегной. Поливают лунки перед тем, как высадить туда что-то или посеять, травяными настойками, вот этими азотосодержащими. У нас вот еще травы мало, например, я конечно добавляю перегной. Я добавляю перегной. Можно добавить перегной и золу. В золе есть фосфор и калий. Но хочу сразу сказать, не обязательно все это сразу укладывать при посадке огурца. Сделайте лунку такую объемную, вы можете его высадить, он укоренится. И потом в виде подкормок, в виде добавок все эти элементы, и азот, и фосфор, и калий, и микроэлементы вы можете добавить впоследствии. Если вы не принимаете фабричное удобрение, высаживайте огурец просто так. Потом начнете делать зеленые удобрения из травяных настоев, будете удобрять. Можете каким-то куриным пометом разводить делать, коровяк, настойки навозные. Все это вы можете заменить. И также обязательно при высадке добавляйте какие-нибудь. Или поливайте лунки фитоспорином. Или добавляйте гомоир, забываю все как он, глиоклодин. Есть глиоклодин, но я нынче не нашла ни в одном магазине города. Все расхватали, весь глиоклодин. Вот его надо в лунку добавлять. Если вы не хотите минеральных удобрений, это биодобавки, которые помогут вашим огурцам не болеть. Повысят иммунитет. Вот это краткий обзор. Выбирайте сами. Или вы при посадке добавляете вот такое весеннее удобрение, в котором уже все-все-все азот, фосфор, калий и все микроэлементы собраны в одну кучу. И в тех дозировках, которые именно нужны при посадке растений. Я могу вам потом про это удобрение, инструкцию подробную рассказать, специально в видеоролик. Если вот вы допускаете фабричные, добавляйте это. Если фабричные не допускаете, добавляйте перегной, добавляйте золу и начинайте подкармливать травяными настойками. И в том и в другом случае, при правильном уходе, если будет тепло, если будет свет, если будете поливать, все у вас получится и урожай будет богатый. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Что добавлять в лунку, выбирать вам. Та группа, которая натуралисты, которые не допускают никаких удобрений. Добавляйте природные.